Приветствую вас! И самым очевидным ответом на вопрос ваш, конечно, было бы сказать, что ну вот нужно как заболевать лечить. И если нет возможности вылечить само заболевание, то хотя бы можно, я думаю, скупировать его симптомы, симптомы заболевания. Ибо это возможно, да, с помощью медикаментов, но возможно. Вы не написали свой диагноз, может быть вам стоит озвучить его в разделе медицины, там вам может быть даже что-то порекомендуют, какие-нибудь эффективные способы, если не лечение, то хотя бы купирование. Такое тоже вполне возможно. Главное, чтобы вы не опускали руки и не сдавались под давлением этой самой болезни. Значит, самое очевидное, если это было бы сказать вот так. Я полагаю, что вы пришли сюда не совсем за очевидными моментами. Поэтому скажу далее, что и у вашей усталости, которая может быть следствием этой самой болезни, и у вашей раздражительности есть предмет. То есть есть некий психологический механизм, который заставляет вас чувствовать раздражительность. Вот что это за психологический механизм? Психологический механизм – это отношение. То есть раздражительность по сути своей – это разновидность диссонанса, то есть противоречия. То есть вы хотите для себя, например, для себя чего-то, чего-то, скажем, конкретного, чего-то, скажем, определенного и так далее. А в действительности вы получаете что-то совсем другое. И это вас раздражает. Так вот, подобные вещи, связанные с диссонансом, с противоречиями, ну, не разбирают. Так, ну, на самом деле, от чего вы раздражаете? Что вы в себе не принимаете? Что противоречит, как бы, и чему противоречит? Понимаете? То есть начинать здесь стоит с определения полюсов. И с этими полюсами нужно будет работать. Последовательно. С целью данной работы можно назвать – приведение этих полюсов к максимально коррелированному состоянию. Вот так. Если нельзя снять усталость, если нельзя увеличить заболевание. Если нельзя что-то изменить, нужно менять к этому отношение. Это аксиома. Далее. Что делать, чтобы не взрываться на членов семьи? Печневые. Ну, опять-то. Опять-то. Во-первых, сами взрывы обначают, что у вас есть внутренняя борьба. Чтобы не взрываться, нужно исключить борьбу. Но ситуации бывают разными. Например, вы, может быть, не гордите особым желанием, скажем, анализировать, что у вас там происходит, например, в вашем сознании и подсознании, из-за чего у вас наблюдается эта самая борьба. Может быть, вы не гордите желанием это делать. И я вас понимаю на самом деле. И в таком случае нужно подумать. А с чем выражаются ваши срывы? Ведь, по сути, срыв – это что? Вот, по сути, срыв – это проявление своей активности. Это сублимация, да? То есть, первоначальная энергия есть, она выхода своего не находит, и вы придаете ей, этой энергии, то направление, которое, ну, наиболее, скажем так, оптимально выразить. То есть, строитесь в наших членах семьи. Значит, нужно здесь, как я уже сказал, либо снять элемент борьбы, либо, по факту, постараться искать другие формы реализации этой энергии. Ну, например, когда чувствуете, что хотите сорваться на своих родных, там можно, например, пойти там побоксировать, да, или там поплавать, или начать бегать, или освоить технику дыхательной гимнастики и так далее. Либо обследовать свои мысли, такая вот техника, техника точно есть, и так далее. То есть, много разных есть способов. Вопрос в том, какой способ выберете вы. Техники, в принципе, можно посмотреть в интернете, там есть подробные инструкции, как все это делать. Сейчас это не секрет. А вот снять борьбу, изменить отношения, убрать разрушительность, этого нужно иметь личные консультации. И, в общем-то, с этим вам нужно работать. Так или иначе. И, судя по краткости вашего вопроса, ну, то есть, вы не написали, например, знаете как, вы не написали, допустим, что у вас за болезнь. Вы не написали, сколько вам лет. Вы не написали, как вы срываетесь, ну, как именно вы срываетесь на родных. Вы не написали, как родные реагируют на то, что вы срываетесь. От этого слова не написали, а надо было. Потому что, если родные знают, что вы болеете, если родные знают, что вы, наконец, находите в состоянии постоянной усталости, то родные понимают вас и не обижаются. А вам, вместо того, чтобы научиться чувством вины, вам надо бы подумать, как свое состояние исправить. Еще раз повторю, если не вылечить, то хотя бы купировать. Тоже не мало. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!